В зале совещания Дома правительства Чувашия журналисты, в том числе и наши съемочные группы, бывают регулярно. Мы рассказываем телезрителям о событиях, встречах, принятых решениях. Сегодня представители СМИ не просто освещали мероприятия, но и были главными его участниками. Руководители ведущих республиканских СМИ вместе собираются регулярно. Называются такие встречи день главного редактора. Коллеги обсуждают, как не нарушать периодически меняющееся законодательство, дружно сосуществовать на территории нашей небольшой республики, что еще интересного и нового предложить читателям, слушателям, телезрителям. Министр информационной политики напомнил, в борьбе за рейтингами не стоит забывать о главном. Средства массовой информации ответственны за свою информацию. Газеты ответственны за свою информацию, телевидение, радио. Всем у них всем ответственность, для того, чтобы не вести заблуждение слушателей нашего. Говорили о законах об улучшении контента, применении новых технологий для трансляции национальных телеканалов во всех точках земного шара. Однако, в отличие от обычного собрания, это прошло в расширенном составе. Я с удовольствием отозвался на это приглашение. Нам надо почаще общаться, почаще встречаться и искренне, просто открыто обмениваться мнениями. Наша задача, задача органов власти, она была принципиальная. И она остается принципиальной такой позицией, ключевым фактором. Это открытость, это публичность и доведение справедливой информации. Глава Чувашии поучаствовал во встрече не только, чтобы открыто поговорить с журналистами. В этот день представители профессии получили из его рук значки заслуженных работников культуры благодарности. Среди награжденных – заместитель директора национальной телерадиокомпании Чувашии Маргарита Гартфельдер. Еще четверо наших сотрудников получили благодарность от министра информационной политики республики.